Преодоление абсурда Мнение Социальные проекты 27 мая 1157 Преодоление абсурда Сергей Шергунов о разгребании завалов сомнительных законов и отчаянных обращений Сергей Шергунов Комментарии в просмотрах 1067 Фото Артем Каратаев ТАСС как зампредкомитета по культуре Госдумы стал одним из инициаторов законопроекта, который может помочь в преодолении очередного абсурда Запретительный закон для хрупкой интеллектуальной сферы это всегда грозный слон в посудной лавке Таким свирепым слоном наступала небезызвестная антиэкстремистская статья 282 Уголовного кодекса И хорошо, что удалось ее поправить Недостаточно, но уже что-то Ведь исполнители на местах, ретивые погонщики слона, любой запрет норовят довести до абсурда Перебить фарфор идей, фаянс инакомыслия, хрусталь чувств, растоптать судьбы Теперь хочется обуздать еще одного слона По-хорошему можно было бы обойтись включением адекватности Но что поделать с погонщиками неадекватами? Уточнять правила, которые они воинственно толкуют Итак, умные корректировки требуют вот какой закон о возрастном цензе Недавно школьнику отказались выдать в библиотеке повесть моего любимого Валентина Катаева «Сын полка», потому что издатель промаркировал эту книгу 16+. Вместо того, чтобы порадоваться, что в библиотеку пришел таки юный читатель Ему предстоит познакомиться со своим ровесником героическим Ваней Санцевым Мальчишку выставили вон Абсурд Несомненно Художественные произведения приходится буквально вручную спасать от разных ограничений и ущемлений в виде необоснованного никакой логикой навешивания ярлаков возрастной маркировки Представляете, в Москве 15-летнему школьнику не продали книгу Виктора Гюго, а в Екатеринбурге 17-летние девочки отказались продавать стихи Маяковского и Есенина Село Никола спасает школа Сергей Шергунов об очередных жертвах оптимизации Издательства вынуждены классифицировать как запрещенку для подрастающих в сборнике стихов тех же Маяковского и Есенина, Вознесенского, Высоцкого, Бродского, Прозу Шалохова, Бунина, Шаламова, Искандера Книга торговцев пугает наказание Штраф для юрлиц до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток Да что там, будем честны до конца, самые страшные из книг, самые травмирующие детскую психику это сказки Особенно русские народные Бедный колобок Кровь стынет в жилах Пора начертать 18 с жирным крестом Нелепо все обстоит и в кинематографе Строгое следование административным регламентом привело к маркировке специально созданных для детей и подростков фильмов Им присвоена вполне взрослая классификация Например, фильм «Спартак и Калашников» о приключениях 13-летнего воспитанника Дедома и его верного друга Пса Припечатан маркировкой 14+. Раньше не не, а классические фильмы «Человек-амфибия», «Дерсу-зала», «Москва слезам не верит» И даже специально снятые для юношества кинокартины «Розыгрыш», «Дорогая Елена Сергеевна» Получили штамп 16+. Теперь абсурдные ограничения могут снять с произведения литературы и искусства, а также советского кинематографа Законопроект внесен Детали надо обсуждать и оговаривать Но скажу на своем примере У меня сыну 13 лет И я счастлив, если он читает классику Стремлюсь изо всех сил его заинтересовать и взбудорожить литературой Какой бред от нее ограждать Тем более в наше время мощных соблазнов, уводящих прочь от всякого чтения У нас немало не только одаренных, но и просвещенных молодых людей С 16 по 19 мая 2019 года в Риме прошла 27-я международная олимпиада по философии Обладательницей золотой медали стала школьница из Ставрополя Ксения Каратенко Ее начитанность и способность тонко осмыслить свои знания впечатлила жюри Школьница написала блестящее СЭ, переведенное на несколько языков философским факультетом МГУ Побольше бы таких школьниц и школьников Неужели надо делать для них недосягаемыми Платона, Бердяева, Сартра или Жижика? Законопроектом предусматривается то, что, казалось бы, само напрашивается В случае включения произведения литературы в основные образовательные программы школ Такие книги не могут быть запрещены к распространению среди школьников А сейчас общими положениями о вредной для детей информации регулируются и оборот шедевров Льва Толстого И продажа желтой газетки, и показ кинофильмов Тарковского, и сайт знакомств в интернете Но мешать все в одну кучу это же абсурд Дума получила шанс его преодолеть От законопроекта к письмам граждан О всевозможном абсурде криком кричат люди, обращаясь ко мне каждый день Закрывают школу, больницу, библиотеку Отбирают детей, выкидывают с работы Особенно тяжко тем, чье имя пролетариат вроде бы уже не принято вспоминать А они предельно бесправны У всех свежи в памяти совсем недавние времена беспредела и передела Сколькие предприятия были пущены с молотка за бесценок Сколькие превратились в руины Сколькие были отжаты Последнее время все чаще узнаю о ситуациях До боли напоминающих разборки 90-х Ужасно, когда в результате страдают обычные люди и настоящие управленцы В каком суде им искать правду? Недавно коллектив Тольятти Азот написал открытое письмо главе Верховного Суда Это письмо поступило им не как депутату Я обязан вникать в такие письма Изложенное нуждается в честном разбирательстве Все это время мы работаем в условиях постоянного давления на предприятия и его сотрудников Пишут люди, дезинформация о нашей работе и о состоянии предприятия в желтой прессе Налетов на предприятия вооруженных сотрудников ОМОНа и ТЭН Д. На этапе следствия по уголовному делу мы столкнулись с регулярными допросами как руководителей, так и рядовых работников по отелье Тиазот, проводившимся зачастую в грубой форме, с угрозами и психологическим давлением По словам авторов письма, арест имущества предприятия сдерживает и затрудняет его развитие Авторы обращения также ставят вопросы о беспристрастности процесса Те факты, которые мы узнаем от непосредственных участников судебных заседаний и из публикаций в СМИ, заставляют нас беспокоиться за судьбу предприятия, за судьбы каждого из более 4000 сотрудников по отелье Тиазот, за судьбы наших семей Обратите внимание на несправедливость, творящуюся в Комсомольской районном суде Тольятти, и просим вас предпринять предусмотренные законом меры Литр больших расстояний Освоение русского пространства, постижение человека и созидание основные значения фестиваля Тихоокеанской литературы во Владивостоке Литр 2019 Или пишут мне из города Всеволожска Там на заводе Форд трудится почти тысяча человек Трудились Свернет работу заводь до конца года Куда пойдем работать, вообще непонятно, сообщают работники А профсоюзники добавляют У нас есть целая программа, если не спасению завода, то хотя бы по достойной компенсации для работников Ведь они треть жизни отдали этому предприятию А что в итоге? Уже пошли увольнения Уволят всех Некоторые отказались уходить с предприятия добровольно Одна из них женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет Еще шесть женщин беременны, а кому-то до пенсии оставалось чуть-чуть А кто-то пошел на принцип Кто будет заниматься уволенными? Где им теперь работать? Где искать правду? Как выживать? Как мне им помочь? Кроме того, что во весь голос рассказываю о их беде Точка и таких писем великое множество Для них, работяг, обрушившиеся на их голову увольнения – это жестокий абсурд Здравый смысл права на труд Надеясь освободиться от кошмара, они пишут свои обращения Они надеялись, что времена безработицы и невыплат, передела и беспредела прошли Как же не хочется погружаться в черный водоворот? Простая данность – число миллиардеров растет, а большинство страны нищает Но разве это не главный абсурд? Справиться с ним не под силу отдельно взятому писателю и депутату Но смысл статьи, полагаю, ясен Заслонить от абсурда нас всех вот что важно Там и тут Вынося законопроекты и составляя запросы Не всегда побеждая, но не сдаваясь Рассказывая открыто везде, где можно в свободной прессе У себя в соцсетях, в телепрограммах и параде о том, что давит и душит людей Особенно о нашей провинции, о которой принято помалкивать Субтитры создавал DimaTorzok